Всем доброго времени суток! Меня зовут Вангард, мы играем в сердце ведьмы. В прошлой серии мы... А не важно, самое главное, что происходит сейчас, а сейчас у нас есть возможность поиграть за самого Вилардо. Вот, посмотрите на его прекрасный портрет, какой-то он кривой, но не суть как важно. Но если уж говорить о том, что случилось в прошлой серии, то кроме моего нытья о том, как же ужасно искать все эти проклятые задания, пытаться проходить, выполнять желания этих чёртовых демонов. Помимо этого, Эш нашёл статью о кровопролитии, произошедшем, ну, прямо здесь. И задался логичным вопросом, почему же Сириус хозяин особняка, если очевидно, он принадлежит ведьме Дороти? Это интересный вопрос, но мы уже знаем из плохой концовки, что Сириус и Дороти и Клэр, что важно, как это связаны. Однако, ещё более важно то, что Вилардо не чувствует присутствие Анаэля в его комнате. Открыто. Ну, никакого Анаэля здесь и правда нет. Что-то про то, что он спит. Где-то нас обманули, здесь никого. Может, этот парень стал и теперь бросит где-то. Ну, значит, стоит его поискать. И, по-моему, подразумевая, под словом поискать, его подразумеваю поискать прям везде-везде. Интересно, куда пошёл Нейль? Как насчёт того, чтобы проверить все комнаты? О, да, сейчас я буду проверять все при все комнаты, ведь именно об этом я мечтал всю свою жизнь. Где-то считается за комнату вообще? Ну, вот интересно. Так, закрыто, слава богу. Так, не прячется ли он на стоилете? Нет. Ну и слава богу. Так. У нас, кстати, хранится алкоголь, я так понимаю. Кстати, у него же он больше не занимается цветами. Ну, ладно, неважно. Так, Клэйр. Можно с ней поговорить, кстати. А? Нейль? Нет, конечно, я не видела его. Имей в виду, разве он прямо сейчас не спит в своей комнате? На поле чего у нас? Или что? Так, точно нет его здесь? Я ведь всё выведаю. Но Наэля здесь всё же нет. Так, платье мы не можем похитить Клэр, к сожалению, к счастью или... Так. Так, а что это за картина? Скромный сон. Скромная мечта. Ну, знаете, маленький домик не такая же скромная мечта. Вполне себе весомая. Тут его тоже нет. Давайте исследуем чердячок. Призраки проклятые, демоны повсюду. Ого, ты ещё что? Давайте отдадим его, что ли. О, отлично, мы получили радужный кристалл. Ну, хорошие вещи могут случиться, если ты соберёшь их много. По-моему, они нужны, чтобы прокачивать наших персонажей. Потому что прокачивать наших персонажей, это не такая аж плохая идея. Потому что местные битвы кого угодно в гроб сведут. Так, кстати говоря, интересно, где? Сердечко! Я готов! Кидай! Ну давай. Отлично. Так, тут Наэля нет. Где он тогда может быть? Впрочем, учитывая, сколько здесь различных потусторонних мест, не удивлюсь, если он бродит где-то там. Однако же эти места всё же появляются только утром. Точнее, ночью. Так, ну очередная пытка прорваться не была встречи на одобрительном. Какие там балеты. Наэль, не малейшая идея. Он не в комнате, которая рядом с этой? Не может быть. Только у меня есть ключ к этой комнате, и там никого нет. А что ты спрашиваешь? Разве наэль не в своей комнате? А, неважно, не беспокойся об этом. Ловко-ловко ушли от вопроса. Так, ну там склады. Там, то есть только вещи выложенные с властикой, насколько я помню. Что само по себе странно, но не будем заострять на этом вниманием. О, ещё, ещё один. Главное его не выпустить случайно где-то. Мы не можем его выпустить. Отлично. Наэль, однако, нет. И я, по-моему, осмотрел все комнаты. Ох, чувствую не к добру. Я трачу все. Отдаю этих существенно. Давайте получим ещё один кристалл. Что же, раз наэля нигде нет, то... Ну, мне кажется, игра подразумевает что? Что мы вернём в свою комнату теперь? Или, может, поговорим с Эшем? Есть два варианта. Вот, вот и же, да, Эль. В меню прячется. А мы-то волновались. Подсказочку. Везде поискал наэля. Нет, я думаю, всё ещё есть комната, которую ты не посетил. Комната, которую я не посетил. Что же за комната такая? А, да-да-да, я не был в комнате Эша. Логично? Логично. Единственное оставшееся место. Уж не знаю, что они там занимаются, но... Ведь Эш тоже интересовался наэлям, разве нет? Однако, если бы не было ещё в комнате ещё тогда, и, как мы видели, у Эша в комнате его нет. Разве что в ванной. Эш, ты там? Что-то странно. Эш-то тоже нигде нет. Эш? Блин, Эш-то тоже себя очень странно вёл в конце прошлой серии. Эш тоже пропал. Может, они выбрались, а мы и не знаем. Вот окно, можно через него. Ладно, неважно. Похоже, нас сейчас вернут кэш, я так подозреваю. Или... А вот и Эш. И что-то с ним явно не так. Где его обычная жизнерадостность? Мы разминулись? Как же это странно. Ну, всё с Виларда. Самое время снова вернуться к нашей любимой Клэйр. Которая опять готовит. Ну, приятно, что нашла своё призвание в этом особняке. Так, на обед, что же мне приготовить? О, карри. Шурух, 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 шурух. О, боже, опять. Ну, на этот раз я не оплашаю. Главное, не переварить. Что происходит? Не, ну ещё рано. А, я пропустил немного, она засияла. Ну, неважно. Готово. Довольно неплохо, если... По моей... С моей точки зрения. Тебя могу подать это остальным с гордостью. Ну, жмрази, как вам, мерзавцы, негодяк Диноэль? Ты довольно неплохо, мисс Клэйр. Это очень вкусно. Я справился. Е-е-е. Я думаю, что вполне неплохо. Хе-хе. Большие успехи. Вкусно. Шеф-повар Вангард. Готовить с любовью. Ранка. Дорога ещё можно получить ранка с самой высшей. Выглядит вкусно. Ты неплохо справилась. Я уверена, что ты им лучше можешь, Клэйр. У меня для тебя большие ожидания касательно тебя. Кстати, неправильно искать контракт. Вот только где. Ну, все. Может, мы все пройдём время сегодня ночью? Что такое? Что-то важное? Хе-хе. Видите ли, сегодня ночь полной луны. И когда полная луна? Разве это как бы не фу... Это буквально призывает рассказывать истории про привидения. И этот особняк как раз имеет для этого подходящую атмосферу. Я уверен, будет невероятно весело. История привидения в полную луну. А, я не прав. Не могу сказать, чтобы я слышал о таком... Это... так? Возможно, культурные различия. Ох, что-то он задумывал. Что-то задумывать не зря, он эту вечеринку хочет собрать. Но я думаю, что... Я тоже могу присоединиться. Мне нравится рассказывать истории про привидения. А, мисс Клэр, ты понимаешь меня так хорошо. Как насчет вас остальных? Довольно скучно я присоединюсь в истории о призраках. Это нормально, если ты не хочешь. Ничего обязательного здесь. Прошу прощения, я не говорил ничего подобного. Ну, у меня... Тоже есть время. Так что, может, я смогу принять участие. Ха-ха, спасибо. Ладно. К ужину или где-то около того, приготовьте каждый свою историю. Ох, думаю, история Аэша нас поразит. И я дам Наэлю знать. Да, пожалуйста, сделай это. Где же Наэль? Все ли с ним в порядке? Зачем я заходил в его комнату? Что все хотят от Наэля? Хотя понятно, что он что-то знает. И это знание, похоже, его добра не довело. Страшная история. Ммм, ты любишь такие вещи, Клэр? Люблю. Даже если они пугают меня. Ты можешь, только не можешь отлететь неожиданно. Но на самом деле у меня есть вполне солидный репертуар страшных историй. Ну что же. А! Страшное лицо. Проследующий мир кошмара. Что не так? О, это совершенно не имеет отношения к этому, но... У меня был самый такой удивительный сон прошлой ночи. Что за сон? Сон, который кончился, очень грустно. Я отправился в магический, сказочный мир, о котором я всегда мечтала. Сказочный. О, боже, я говорю тебе. Что сводить любое моё желание. Это меня... Очень... Это меня сильно возбудило, так же. Так что, может, поэтому у меня... Мне приснился такой сон. Ну, другими словами... Я думаю, это божественное откровение, говорящие мне. Понайди сердце ведьмы и сделай утопию реальностью. Ну, твой энтузиазм вдохновляет. Ну, может, ты ещё и контракт поищешь, а? Да-да, конечно. Будет более эффективно искать его сразу. Здесь нет контракта в этих комнатах. Как мне кажется. Чё он вообще должен здесь быть, а? Блин, не хочет со мной играть. Обидно. Это ещё не ночь, как-то странно. Виларда, что там с Ноэлем? Хорошо, что мы нашли хороший спо... Я рад, что мы нашли хороший способ провести время сегодня ночью. Ночью надо спать. Господа. Ну, как хотите. Эш, проверим-ка ванную. Тут всё, как обычно. Может, мы прячем Нелли в холодильнике? Но нет, тут его тоже нет. Эй, Эш, послушай. Я решила поискать сердце ведьмы, о которой ты говорил вчера. Что? Легендарное сокровище? Ну, хорошо для тебя. Но почему ты внезапно решил это сделать? Видишь ли, у меня был сон. Соном истинной и то утопией, в центре которой я находилась. Я была окружена милыми, прелестными вещами. Я ела пирожные. Погодите-ка, я на самом деле его так и не съел. О, истинная утопия. Ну, ты у нас мечтаешь по-групному, Мискуэр? Так, 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 я вот думала. Что? Это должно быть предсказание. Господь рассказывает мне мою судьбу. Как сделать мир моим? Понятно, понятно. Ты тут почему-то думаешь. Как мило. Твоя сосная утопия. Как все и желают. Мир, который ты воображаешь, звучит довольно чудесный, Мискуэр. Я бы хотел брать сюда сам. Ты так же меня пугает. Ну, конечно, отправляйся. Моя утопия будет лучше, чем любой тематический парк. Ну, в таком случае. А значит, я помогу тебе найти сердце ведьмы, Мискуэр. Помощь от тебя, исследователя ведьм. Это вдохновляет. Ну, ты уверен? Это означает, что это будет знать, что ты отдашь сердце ведьмы мне, не знаешь ли. Ну. Лично я, если предположить, что сердце ведьмы действительно существует... Я бы рад, если бы... Если бы оно исполнило чью-то замечательную мечту, как твою, Мискуэр. Эш. К тому же я тоже хотел бы пирожное. Эш. Это любовь. Давай сделаем это. Давай съедим пирожное. Это не пирожное, значит, такой шорткейк, к сожалению. Бедное пирожное. Просто загляните на эти голодные, жаждущие лица. Ну и вот так мы с Сэшем начали проект пирожное. Или SCP, если кратко. SCP. Поняли, да? Так. Кэш в нашей команде. Будет хорошо держать его при себе. Отлично. Что делать? Где искать? Зизель, мне нужна твоя подсказка. Бли, сними, а не дай сними очки. Им пора говорить, говорить. Опять помогать этим мерзким демонам. Может, мы все вместе поищем сердце ведьмы, а? А, девок. Вилан. Забыл опять, как его зовут. В точности. Здравствуй, добрый день. Мы проект пирожное. Или если градка SCP. А? Вилан. Я всегда хотел делать что-то подобное. Точно, точно. Я тоже вдохновлен. Так, что случилось? Видишь ли, мы ищем сердце ведьмы. Если есть что-то, что ты знаешь, можешь поделишься с нами. Пожалуйста, скажи нам. А. Что там было насчет пирожного? А, хороший слух. Это забавно. Дело в том, что... Хо-хо-хоу. Мы собираемся использовать во сердце ведьмы, чтобы создать утопию. Но уж как будто-то утопия для людей с диабетом. Славный рай, наполненный чудесами. А. Ты будешь и будешь вдохновлен съесть все конфеты и пирожные, которые тебе понравятся. Просто купить уже себе это тупое пирожное. Как только мы найдем сердце, мы тебя пригласим в Вилардо. Давайте, давай съедим пирожное вместе. Нет, я в порядке. Я не люблю сладкое, так что я пас. Правда? Это неудачно. Неудачно. Действительно неудачно. Хе-хе-хе. Это было очень забавно. Хе-хе. Я посмеялась. Наэль. Но его же там нет. Блин, он там и есть. Чё у вас... Ты ещё что такое? Найди различие. Хочешь... Сейчас мы испытаем все большие. Что ж, начнём. Эх, искать различия, это не моё. Правила. Всем отличия между я картинкой, которую я покажу тебе, тебе нужно найти их все вовремя. Если не идёшь их вовремя, или выберешь в Вилардо раза, ты проиграл. Это конец. Я вообще в такое не могу. А, язык, язык. Я могу тут показывать? Мне это было бы... И каким, блин, образом я должен попасть в этот язык, проклятущий? О, это так сложно. Это так сложно. Три отличия. Ножницы. А, господи, помилуй. Кукарки, не знаю. О, осталось два отличия. Ещё одно. Нашёл. Я молодец, я считаю. Всё нужно доцелиться. Него? Впечатляет. Я прекрасен. Спасибо. О, мужик. Ну, точнее, о, боже. Потому что мы не мужик. Я попробую победить тебя в следующий раз. И это всё? Всё, на что ты был способен? Думаю, сходить, поймать. Отличка, давайте с Ириусом пообщаемся. А, кстати, тут вроде что-то прикольно должно произойти. Если посмотреть зеркало. Мисс Куэр, зеркало, зеркало. А? Что зеркало? Там было что-то странное в нём. Что за странное? Это просто глупо. Ну, не так глупо. Ну, конечно, не так глупо, как организовать проект пирожное. Это правда, правда. Ты поймал меня? О, Господи. Блин, я это не вовремя сделал. Это нужно было делать. Потом. Блин, какие-то раздания будут исполнять для демонов. Это же время занимает, вообще-то. Ну, это был забавный момент. Я-то думал, это какое-то зловещее признаменование. Это просто кто-то в шутке играет. Серьёз? Да-да-да. Я Куэр из проекта пирожное или SCP, если кратко. И я Эш. Что? Что это ещё за шутки? Это не шутки. Мы очень серьёзные, разве не так? Да. Есть кое-что, что мы хотели бы спросить тебя, Сириус. У вас есть вопросы? Мне нечего вам сказать. Прочь, прочь, убирайтесь. О, ну давай. Что же нам делать, мисс Куэр? Давай посмотрим. А, я поняла. Сириус. Притворяешься безразличным, не так ли? А? Мы знаем правду. Невероятное сокровище. Сириус ждёт целый час в этом особняке. Кхм. А? Так что, Сириус. Да-да, и легендарное сокровище сердца ведьмы. Ради нашей утопии. Ради пирожных. Что вы несёте сердца ведьмы? У меня полно... У меня полно... Не про историю. Могу отдать свой миг. Неправильно. Не это. Не пытайся обмануть нас. Пожалуйста, не пытайся сделать этого. Я не пытаюсь кого-то обманывать. Что вы двое несёте? А? Я надеюсь, не будет брать топор. Сердце ведьмы? Легендарное сокровище. Илорда спрашивал меня о чём-то подобном. Ну, что это, чёрт возьми, значит? Вы, люди, вообще не... Случите бессмысленно. Илорда тоже спрашиваю. Ты жил в особняке уже какое-то время, разве не так? Да что, я действительно никогда не слышал слухов про сердце ведьмы? А? Хм. Человек, который получит сердце ведьмы, может исполнить любое своё желание. Любое желание. Это так. Хм. Ха-ха-ха-ха-ха. Что за черновщина? Мы изнешнём в какой-то сказке. Блин, а что думал, сейчас четвёртую стену сломают нахрен? Не говорите, что вы правда верите, что кое-что существует. В этом особняке? Вы слишком замечтались. Вы что, идиоты? Ну, у тебя нет никакого чувства романтики, Сириус. Ты раз не думаешь, что было бы здорово, если бы была такая вещь? Зачем вообще пытаться думать об этом? А тогда он не появится. Всё ещё. Интересно объясняет ли это, почему эти странные ребята... Это объясняет, почему все эти странные ребята попытались пробиться в мой особняк. А вот такие вещи уже случались. Ну, у нас было много посетителей, но я их всех отогнал. Ну, теперь понятно. Возможно, именно из-за этого слуха они отправились в это дурацкое путешествие. Тогда слух ложь. Конечно, это ложь. Не надо нас обманывать, мистер Сириус. В конце концов, я никогда в этом не слышал. И даже Леди Дороти. Она никогда не говорила о такой вещи. Я думаю... Леди Дороти. А вот это сейчас стресс и регирит. Мисс Клэйр, момент. Похоже, Сириус ничего не знает. Верно. Это разве это не странно? А? Я имею в виду сердце ведьмы. То, что сердце ведьмы в особняке, это чрезвычайно популярный слух. И он никогда о нём не слышал. Действительно ли Сириус хозяин особняка? Мне интересно. Что же, пойдём к следующему человеку. Мы уже со всеми говорили. Начнём с того. Может поговорить с Зизель? Нам надо бы с Нейлем поговорить. Сердеечко. Но мне оно не нужно. Прости, маленький парень. Наш путь лежит обратно в комнату Эша. Почему бы и нет? Готовы? Могу взять что-то ещё с Эшем? Ну да, похоже, ничего интересного мы больше найти сегодня не сможем. Так что... Ладно. Эш, нет желания, исполнения которого ты бы хотел? Ну, конечно, есть. Что? И всё же ты помогаешь мне? Разве это не так? Это неправильно? Нет, всё в порядке. Ну почему? Или скорее аж... Что ты планировала сделать с сердцем ведьмы? Ну... Ну... Моё желание, давай посмотрим. Быть миллионером? Или что такое? А... Глупо, не так ли? Нет, нет, совсем нет. Деньги действительно важны. Желание может быть любым, и пока я исследую ведьмы. К тому же, и деньги, и то, чего никогда не бывает слишком много. Жиза. Дарующий, исполняющий желание сердце ведьмы. Если такая вещь существует, я бы просто хотел её увидеть. Так что сделай всё, что и в силах не сквер. Если ты хочешь, чтобы твоё желание исполнилось, несмотря ни на что. Несмотря ни на что? А, я только что вспомнил. Я должен сказать Нэдди, что мы рассказываем историю о призраках после ужина. Прости меня, мне нужно идти. Моё желание. Клэр. Контракт. Как идёт? Нашла сердце ведьмы. Было бы здорово, если бы твоё желание исполнилось. Ты знаешь что-то? Кто знает? Интересно, действительно ли существует сердце ведьмы? С верной перспективы оно существует. А? Сделать всё, что и в силах? А? Что-то здесь не так. Так и всегда, впрочем. Эх. Тебе не достанутся эти пирожные, говорит нам Зизель. Но, однако, я напала перед силой этой утопии. Ночью. Похоже, сейчас будет время исполнять желания демонов. Да? Зизель, ваше мнение о ситуации? И она ничего не знает. Ладно, давайте это закончим серию. Проект пирожные. Не то, чтобы удался. Но было весело. С вами был Авангард. И до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии. И до новых встреч. Продолжение следует...